Всем привет, друзья! Сегодня у нас суббота, 12 июня, и как вы уже поняли, что этот обзор в основном будет посвящен пресс-конференции Лире Набиулиной. И я, конечно же, сразу не стал записывать по горячим следам, буквально вчера же это все было, да, и сразу не стал комментировать, потому что я все-таки сторонник того, чтобы внимательно и, может быть, даже несколько раз переслушать то, что сказал глава Центрального банка России, поскольку очень многого любопытного можно из этой пресс-конференции, практически из любой, для себя подчеркнуть. И в этом, вот в последнем выступлении, вот в последней пресс-конференции, по сути дела, Набиулина дала четкие, можно, на мой взгляд, ответы по поводу, во-первых, дедоларизации в России и вообще какова судьба доллара в России, тем более мы с вами знаем, что в последнее время это крайне острая тема, которая обсуждается общественностью по поводу изменения структуры ФНБ. Мы эту тему освещали, мы на эту тему говорили, ссылка будет в правом верхнем углу сейчас, кто не смотрел, посмотрите. И, собственно говоря, вот Набиулина на эту тему ответила. И еще любопытно, в целом, по поводу вообще покупок доллара дальнейших, или уже все, прекратили покупать доллары, короче говоря, на этот счет тоже есть ответ на этот вопрос. Но давайте по порядку. Начнем с того, что Набиулина, вот честно говоря, мне вот это вообще всегда, что называется, удивляет или не удивляет. Говорит о том, что, да, Россия, Российская Федерация, одна из первых стран, которые возвращаются, так называемых, до пандемического уровня экономического роста, по некоторым отраслям и вовсе уже показывают хорошие результаты в плане роста, в плане развития, в плане получения прибылей компаний, отдельных секторов и так далее. И что здесь интересно, это, конечно, да, я с этим согласен. Но надо понимать, о каком росте экономическом идет речь. Дело в том, что если мы с вами глянем на графики, вот давайте сейчас я пока уберу выступление, глянем на графики, например, нефти, одного из главных активов для экспорта, собственно говоря, России, это нефть, плюс ко всему природный газ. Если мы посмотрим на природный газ, график природного газа, то мы с вами будем видеть и понимаем то, что цены на это сырье в последнее время серьезно выросли. Причем они выросли как раз таки вот, начиная с 2020 года, был дикий рост. Да не только на газ и на нефть, а и на другие виды сырья, например, на металлы, на алюминий, в частности, как вариант, да, вот мы с вами видим график алюминия. Естественно, если бы мы еще не восстановили экономический рост, при том, когда цены на сырье взлетели буквально за последнее время, это был бы просто нонсенс. Поэтому здесь надо понимать, экономический рост в России связан только лишь за счет того, что цены на сырье выросли. Теперь вопрос. Цены на сырье выросли благодаря чему? Благодаря тому, что крупнейшие экономики мира, такие как Китай, например, такие как те же Штаты и другие, да, азиатские страны, в частности, они начали активно покупать, в частности, Китай мы имеем в виду, активно покупать все это сырье. Восстанавливать свои резервы в части, например, арматурного металла, катанового металла и так далее. И, по сути дела, вот этот ажиотажный спрос на сырье в мире, он и подстегнул рост котировок на этот актив, я имею в виду сырье. То есть, в результате мы получаем ответ на вопрос, что экономический рост в России связан не с внутренней экономикой, а за счет того, что другие страны начали покупать то, что мы продаем. Вот и все. Если бы те страны не покупали, то ни о каком экономическом росте в России говорить бы не пришлось. Поэтому надо здесь понимать. И мы опять возвращаемся к тому тезису, что мы крайне зависимы от сырьевого рынка. Мы все-таки, как ни крути, пока что сырьевая экономика в чистом виде. И если бы не сырьевой рынок и вот этот взлет цен на сырье на мировых товарных рынках, то о никаком экономическом росте в России бы и речь не шла. Но это все понятно. Это все мы прекрасно понимаем. Поэтому восхваленные вот эти все тезисы о том, что мы восстанавливаемся, экономика России растет. Да, это, конечно, хорошо. Но не надо забывать за счет чего и за счет кого. Весь этот рост, весь этот банкет. Теперь давайте перейдем к главному вопросу и поговорим по поводу дедолларизации, по поводу покупок доллара и вообще избавления от доллара в России. Переходим вот именно к этому моменту. А для того, чтобы этот момент разобрать, давайте сейчас не будем голословными делами заниматься. Я сейчас буквально вот буду отрывки включать слов на Биулиной и вставлять свои небольшие такие вот комментарии. Для этого давайте перейдем, например, упустим все вот эти вот моменты. И перейдем к моменту 23.05. Это вот как раз то время, тайминг выступления на Биулиной. Вот давайте послушаем, что она сказала в этом моменте. В зависимости от ситуации, от того, в том числе, как ведут себя инфляционные ожидания. Что касается изменения валютной структуры ФНБ. Хотел бы отметить, что мы в связи с операциями Минфина в рамках бюджетного правила, мы покупаем валюту на внутреннем рынке и покупаем доллары и евро. Внимание! Центральный банк в рамках бюджетного правила покупает доллары и евро. И покупает на внутреннем рынке. Что значит внутренний рынок? Скорее всего, внутренний рынок это банки продают валюту, скорее всего. И компании, которые получают выручку в долларах и евро. Они у них покупают эту валюту. Естественно, таким вот образом, ни о каком подрыве покупок доллара на рынке не происходит. То есть, доллары все равно поступают и они поступают в резервы. И вот что касается резервов, то конечно же мы сейчас тоже эту тему дальше раскрутим, поговорим. Потому что не только ФНБ, Фонд национального благосостояния, который формируется в Минфине России, но есть еще и золотовалютные резервы, ЗВР так называемые, которые формируются Банком России. И кстати, вот еще обратите внимание, с каким напряжением эту тему освещает Набиулина. Здесь что-то не так. Посмотрите на ее напряжение. Всегда, когда она говорит в начале выступления, говорит о каком-то экономическом росте, вот в начале особенно своей пресс-конференции, все хорошо, великолепно. Но как только тема встает по поводу ЗВР, по поводу дедоларизации, по поводу ФНБ, вот я обратил внимание, не знаю, может быть вы не обратили внимания, но у нее какое-то напряжение, да, вот прям в мимике, в выражении лица. И вот есть некоторое что. Давайте дальше продолжим. Операции, которые необходимы для приведения валютной структуры, золотовалютных резервов, они в соответствии с нормативной структурой, ее определяет Банк России, в целом по золотовалютным резервам мы операции осуществляем на внешнем рынке. Значит, смотрите, видите, это она задумалась, да, вот прям глаза опускает, ну да ладно, я не психолог. Короче говоря, что касается ЗВР, золотовалютных резервов, то покупки активов, в частности валюты, они осуществляют на внешнем рынке, то есть покупают, ну условно говоря, на валютном рынке Форекс. И по поводу структуры ЗВР, давайте вот еще один момент. И управляя валютными резервами, мы учитываем структуру, валютную структуру ФНБ, потому что это наши обязательства перед Минфином. Но это не единственный фактор, я бы хотела напомнить, что объем ФНБ в ЗВР это где-то 1,5 часть ЗВР. И мы будем это учитывать, но покупку золота в связи с изменением структуры ФНБ на внутреннем рынке мы не планируем. Что касается покупки золота, оно и понятно, мы с вами знаем, что ФНБ сейчас меньше стал покупать доллары, практически перестал покупать доллары и больше покупает золото. А Набиолина здесь конкретно сказала, что да, конечно, при формировании структуры ЗВР, то есть той структуры, которую формирует непосредственно Банк России, ну условно за которую отвечает непосредственно она, ну грубо говоря, как глава ЦБ, то они, конечно, ориентируются на структуру ФНБ якобы, да, то есть вроде бы как повторяют структуру ФНБ, но это не единственный фактор, за который повторяются, да, в рамках которой учитывается структура ЗВР, завалтовалютных резервов. Потому что ФНБ это всего лишь, как она сказала, 1,5 часть от завалтовалютных резервов всей России. Вот мы сейчас дальше еще прокрутим чуть подальше интересные моменты. Я лишь напомню, что структура золотовалютных резервов это засекреченная информация, и она раскрывается с временным лагом в 6 месяцев. Но поэтому здесь говорить о четкой структуре ЗВР пока не приходится, поскольку никто не знает, кроме приближенных людей к Центральному банку и непосредственно самой главы ЦБ. Но так или иначе, она уже ответила на этот вопрос, что доллары и евро покупаются. И ЗВР, в структуре которого мы пока не знаем, все равно доллар остается. Они ориентируются на ФНБ, который избавляется от долларов. Но ФНБ и структура ФНБ не определяющий фактор, поскольку структура ФНБ и его непосредственно объем ФНБ это всего лишь 1,5 часть. Поэтому они не могут полностью опираться на то, как это делает Минфин России. И еще одни моменты очень интересные по поводу дедоларизации. Давайте вот уже я прокручу до этого момента. Я прошу прощения за вот такие вот сумбурные моменты, отрывками, но мы упускаем менее интересное в этой теме, в рамках этого рассмотрения вопроса. И переходим в более интересные моменты. Переходим на тайминг 33 минуты примерно и 10 секунд. Здесь вопрос задавал представитель издания Форбс. И давайте послушаем вопрос и послушаем ответ. И буквально послушаем, обсудим, так сказать. Давайте. Добрый день, Эльберас Хипзадана. Еще один вопрос по поводу ФНБ. Будет ли Центробанк менять структуру золотовалютных резервов после лишения Минфина? Как именно? Вы уже говорили, что решение по золотовалютным резервам не комментируете. Но может сейчас уже какое-то решение появилось. Вы можете его отлучить. Во-первых, мы свои планы по тому, как мы будем менять структуру ЗВР, никогда не делаем публичными. Мы структуру ЗВР опубличиваем с лагом 6 месяцев. Еще раз напомню, в связи с тем, что мы один из больших игроков на мировом рынке. То есть структуру ЗВР они не раскрывают. Это большая тайна. Мы, Россия, имею в виду, на рынке ЗВР вообще резервов большой игрок. И если они раскроют эту тайну, то, конечно же, это будет, якобы, по мнению Центробанка, большая, большая, будет огромное влияние иметь, так скажем, извиняюсь за сумбурность. И что интересно, получается, ФНБ они для нас раскрывают. Вот, пожалуйста, смотрите, мы от доллара избавляемся, а ЗВР нет. Здесь мы не будем вам показывать, говорить, понимаете. Вот уже вопрос возникает, а что так, почему. То есть, получается, вы нам скармливаете информацию по структуре ФНБ, где доллара нет, а про ЗВР нет, потом расскажем, да. Давайте дальше. На рынке резервных активов. Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем структуру, валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Это она повторяет уже ту мысль. Учитываем. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ – это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов. Друзья, теперь еще к интересному моменту подошли по поводу дедоларизации. Будет ли избавляться Россия от доллара полностью? Будет ли закупать другие валюты? Юани, японскую иену? Что произойдет именно с долларом? На этот вопрос отвечает Набиулина. И вот этот момент давайте более внимательно послушаем и чуть-чуть буквально обсудим. Что касается дедоларизации. Мы уже проводим политику дедоларизации финансовой системы в течение многих лет. И не только финансовой системы, но и российской экономики. И наша денежно-кредитная политика, которая направлена на удержание устойчивой низкой инфляции, она поддерживает дедоларизацию российской экономики. Потому что часто до этого люди уходили в иностранную валюту в силу опасения, обесценения своих сбережений, доходов, выраженных в российских рублях. И поэтому сам по себе режим инфляционного таргетирования и низкой инфляции должны делать более привлекательным российскую валюту. Второе. Мы проводили целенаправленную политику по дедоларизации балансов банков. Через регулирование, дифференцированное регулирование резервов. Буквально коротко по поводу баланса банков. То есть они предлагали банкам снизить количество привлекаемых депозитов в долларах США. И вот здесь момент-то очень любопытный. Резервных требований. И мы видим, что изменения такие происходили и происходят. Если взять данные с начала 2016 года, то, например, доля валютных обязательств перед корпоративными клиентами, или, проще говоря, валютных депозитов в корпорации, предприятиях, существенно снизилась. Порядка 49% это было, и сейчас чуть больше 35%. То же произошло и с валютными депозитами физических лиц. Там снижение еще более существенно, где-то на 9% пункта с начала 2016 года. То есть смотрите, Набиулина сказала конкретно, что обязательство банков в валюте снизилось, и продолжает эта тенденция еще дальше. Соответственно, валютных депозитов становится все меньше в банковской системе. Но я сейчас вас отправлю на свой обзор. Сейчас ссылка появится в правом верхнем углу, где мы с вами говорили, что с 1 июля в России станет меньше валюты. И там, я напомню, мы с вами обсудили по поводу нового законопроекта, точнее изменения в законопроекте, о том, что компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, у них появляется возможность оставлять валютную выручку за рубежом, не в России. Соответственно, вот то, что говорит Набиулина, и то, что предлагается изменить в законе, собственно говоря, вот пазл складывается. Поэтому понятно, что у нас дедоларизация. Валюта-то она есть, только она хранится за рубежом. Понимаете, какая история. Но это, по крайней мере, мои личные выводы. Поэтому вот что тут сказать. Давайте сейчас будем завершать, наверное, уже. Тут она еще проговорила по поводу валютных кредитов, что валютных кредитов тоже стало меньше. Также произошло снижение доли валютных кредитов для корпораций, потому что по физическим лицам у нас практически нет валютных кредитов, очень мало. А по корпорациям также снижение где-то на 14%. Понятно. Потому что корпорации не дураки брать долги в валюте, потому что валюта постоянно растет в цене по отношению к доллару. Вот представляете, вы взяли кредит в валюте, например, по курсу, условно говоря, 65 рублей за доллар, а вынуждены потом отдавать кредит по курсу, например, 75 рублей за доллар. Есть разница? Я думаю, что есть. Поэтому все достаточно очевидно, все достаточно понятно и все объяснимо. И последнее, финал, так сказать, в завершении. Вишенка на торте всего вышесказанного. Вот буквально в 34 минуты и 35 секунд. Давайте сейчас подведем к этому. И конкретно вот эта фраза. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но тем не менее валютная структура резервов, еще раз подчеркну, бессловно отражает разного рода риски, и в том числе неэкономического характера. Россия, Центральный банк не намерены полностью сбавляться от доллара. Собственно говоря, больше вопросов нет. Спасибо за внимание. До встречи в следующих обзорах. Пока.